Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Ну что ж, начнем, наверное, с... Интересная статья вышла в Нью-Йорк-Пост Маковского. И вот, если можно, по поводу этой статьи, по поводу общей ситуации, которая сложилась в Израиле относительно, так сказать, нашей помощи Израилю, или Израиль один на один остался с угрозами. Вот об этом, кстати, и статья. Ваш взгляд на эту статью, ваш анализ. Да, спасибо, Сергей. Действительно, вышла статья Майкла Маковского, и практически сразу после нее появилась и статья Каролины Глик. Обе они связаны с тем, что в израильском военном истеблишменте фактически начинают осознавать горькую истину, которую, в общем, мы с вами ее озвучивали уже давно, и уже, так сказать, обговорили о ней не раз. Израиль, по сути дела, остается против иранской угрозы один на один с проблемой, поскольку точно так же, как это было в Афганистане, точно так же, как это было с другими союзниками Израиля, точно так, как это происходит сейчас с Тайванем, с Украиной, Израиль, по сути дела, больше не может полагаться на защиту Америки в противостоянии ядерной проблеме Ирана. Но давайте об этом, в общем, поговорим немножко подробнее и немножко более широко. И так действительно пишет Маковский в статье своей в New York Post и повторяет эти тезисы, как я уже заметил, Каролина Глик в «Израиль-Айом», что-то начинает меняться в оценке военным руководством Израиля иранской ядерной угрозы. И все больше появляется свидетельство того, что в генеральном штабе ЦААЛа и в Массаде начинают осознавать простую и очень горькую истину. США не разделяют цель Израиля не допустить превращения Ирана в ядерную державу. Когда мы говорим «США», мы, конечно, имеем в виду нынешнюю администрацию США. И вот на прошлой неделе Майкл Маковский, глава Еврейского института национальной безопасности Америки, это институт, известный достаточно GINSA, базирующийся в Вашингтоне, он занимается развитием связей между израильскими и американскими генералами. То есть это довольно серьезная организация с высоким рейтингом, высоким магнитином. И вот Маковский публиковал в «Нью-Йорк-Пост» статью, описав это позднее, я бы сказал, и довольно мучительное пробуждение израильского генералитета. Недавние встречи, я цитирую статью Маковского, с высокопоставленными представителями Министерства обороны нашего ближайшего союзника на Ближнем Востоке, Израиля, так пишет Маковский, стали самыми пессимистичными за все время, что я могу припомнить. Ведь генералы израильские воспринимают нынешнюю Америку как смирившуюся с неизбежным, плывущую по течению и трусливую страну с упорным отчаянием, стремящуюся избежать военной конфронтации. А Иран, напротив, преисполнен надежд и близким к превращению в пороговую ядерную державу. Я напомню, когда термин «пороговая ядерная держава» означает, что страна может создать ядерную бомбу в любой момент, как только этого захочет. То есть есть страны, которые обладают ядерным потенциалом, но не создают бомбу. И это называется «пороговая страна». Страна с пороговыми возможностями в такую страну, как считает в израильском генералитете, стремительно превращается в Иран. Маковский отмечает, что все его собеседники, все израильские высокопоставленные военные и представители службы безопасности, с которыми он беседовал, а, как мы понимаем, беседует он с большим количеством людей, упоминают одни и те же три аспекта, три момента. Во-первых, уход США из Афганистана показал, что администрация Байдена спокойно предает американских союзников. Увы, мы об этом говорили уже много раз. Этот кошмарный уход из Афганистана совсем не так, как представлял его себе Трамп, который, в общем-то, был сторонником выхода американских войск из Афганистана. Он начал этот процесс, но он это видел совершенно иначе. И, разумеется, тот позор, который произошел, тот кошмар, то предательство в отношении американских союзников, афганцев, которых там бросили, собственно, там и американцев бросили, американских граждан. Конечно, это было неожиданностью для тех, кто считал, что администрация Байдена, в общем-то, будет действовать в рамках определенных американских норм и традиций. Нет, она действовала совершенно иначе. Во-вторых, решение администрации не отвечать на иранскую атаку 20 октября по американской авиабазе в сирийском Эт-Танфе. Об этом мы тоже говорили. 20 октября иранцы практически в открытую нанесли удар по авиабазе американской в Сирии, в Эт-Танфе. И это было связано с тем, что, мол, они были недовольны постоянными бомбежками своих позиций со стороны Израиля в Сирии. И все посмотрели на США, потому что мы помним, что Трамп в подобных ситуациях действовал очень быстро и очень жестко. Вплоть до, как мы помним, ликвидации Касана Сулеймана, главы фактически всей этой международной сил борьбы за мир, мы бы сказали в советской терминологии иранской. Так вот, США Байдена не ответила на это вообще никак. Это продемонстрировало готовность США позволять Ирану и дальше безнаказанно себя атаковать. И, наконец, в-третьих, согласие администрации на унижение со стороны иранцев на ядерных переговорах в Вене. Это доказывает, что единственное, чего хочет администрация, это достичь сделки, любой сделки, любой ценой с Ираном. По словам Маковского, израильтяне, с которыми он беседовал, разделились во мнениях относительно того, чего хотят сами иранцы. То есть тоже непонятно, на самом деле, до какой степени они не блефуют, до какой степени они хотят идти до конца и создавать яберную бомбу или просто, так сказать, быть этим пороговым государством или почти пороговым государством и шантажировать, скажем, весь мир остальной. И они до сих пор не оставили последних надежд, пишет Маковский, на то, что американцы каким-то образом сумеют добиться успеха в своих дипломатических действиях и притормозят иранцы. И заканчивает Маковский свою статью словами о том, что США должны были бы предоставить Израилю оборудование и военные платформы, необходимые для успешного нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, без участия США. То есть США не хотят ввязываться в это предприятие, не хотят начинать войну с Ираном, но им стоило бы позаботиться о том, чтобы предоставить Израилю такие возможности. Но из его описания настроения руководства служб безопасности Израиля становится ясным. Вера глав израильской безопасности в то, что США действительно выполнят свое обещание не дать Ирану стать ядерной державой, обещание некогда данное Обамой, конечно, понимаем, что, скажем так, мы с вами были скептиками всегда, и мы никогда не считали, что слова Обамы, к ним нужно относиться серьезно, по крайней мере, когда он говорит о том, что он защитит Израиль. Но вот в израильском истеблишменте военном многие считали иначе. И сейчас их вера в то, что США действительно выполнят свое обещание и не дадут Ирану стать ядерной державой, эта вера значительно слабла. В израильском истеблишменте, пишет Маковский, начинают осознавать, что в борьбе с Ираном Израиль остался один на один с проблемой. На самом деле разочарование в администрации Байдена, которое сейчас испытывает израильский военный истеблишмент, совершенно понятно. Мы с вами об этом говорим постоянно, и для нас-то не было новости. Очевидное и неохотное принятие им этой трагической реальности, потому что эти люди сейчас должны переосмыслить всю картину мира. Но и то, и другое, в общем-то, и вот это их разочарование, их неохотное принятие этой трагической реальности, во всем этом, конечно, есть колоссальная проблема сама по себе. И эта проблема называется очень просто. Где, к черту возьми, были эти генералы последние 13 лет? Где они были? Почему мы с вами, не профессионалы и не специалисты, понимали эту ситуацию, а они со своей позицией, с которой все видится как бы полнее и больше, как говорил Штирлиц, ну, точнее, Юлиан Семенов, словами Штирлица «знающий человек ошибается редко». Так вот, где они были все эти последние 13 лет? С тех пор, как бывший президент США Барак Обама вступил в должность в январе 2009 года, у США, по сути дела, было две политики противодействия ядерной программе Ирана. Первый — это политика Обамы и Байдена. Второй — это политика Дональда Трампа. Политика Обамы и Байдена заключается, собственно, заключалась и продолжается сейчас, в дипломатических шагах, которые позволяют Ирану в итоге получить ядерное оружие легитимно при поддержке Совета безопасности ООН. И все это обозначается как мирная договоренность. То есть, на самом деле, это совершенно противоположная ситуация. Идея не дать иранскому режиму, сумасшедшему, фанатичному режиму Айятол, ядерное оружие. Но политика Обамы и Байдена всегда была направлена на то, что мы делаем соглашение, которое в итоге, да, приведет к получению Ираном ядерного оружия, но когда-то потом. И все это называется мирный процесс. Ядерная сделка Обамы и Сарана в 2015 году, так называемый совместный всеобъемлющий план действий, который Байден сейчас отчаянно пытается хоть как-то реанимировать. Эта сделка, она ведь гарантировала то, что Иран станет пороговым ядерным государством не позднее 2030 года, не позднее, чем через 8 лет. Как указали знакомые Маковскому генералы, из дипломатических махинаций нынешних Байдена становится ясно, его самого и его команду устроит любая сделка, даже та, что даст Ирану международное одобрение его программы создания ядерного оружия, и даже та, которая вообще немедленно отменит все санкции в отношении иранского режима, им нужна сделка как таковая, чтобы отчитаться и показать, что они большие молодцы сделали эту сделку. В чем она будет заключаться, их вообще команду Байдена как бы неважно, им это неинтересно. Политика Трампа, как мы помним, в отношении ядерной программы Ирана разительно отличалась от политики Обама и Байдена. И в первую очередь она отличалась тем, что она не отказывалась от союзников Америки на Ближнем Востоке, от их интересов. Напротив, она наделяла их полномочиями. Политика Трампа заключалась в создании дипломатических, экономических, военных условий. Вот как раз в рамках этих условий и выросли соглашения Авраама, которые обеспечивали бы Израилю, как самой сильной и самой решительной стране Ближнего Востока, или, скажем так, стране-союзнику Америки на Ближнем Востоке, возможность успешно атаковать ядерные объекты Ирана. Но надо понимать это очень четко. Несмотря на все различия между политикой Обамы и Байдена с одной стороны и политикой Трампа с другой стороны, у обеих политик был и остается общий знаменатель. Они обе полностью исключали военный удар США по ядерным объектам Ирана. Понимаете? То есть и Трамп, и Обама с самого начала давали понять, что Америка в это предприятие ввязываться не будет. Она поможет в случае Трампа Израилю мощностями, платформами, может быть, дипломатическим, может быть, даже каким-то политическим и силовым ресурсом. Но сама заниматься этим не будет. И этот объединяющий их момент был ясен на самом деле всегда. Любой, кто действительно хотел услышать то, что говорят американцы, и увидит, что они делают, мог это сразу понять. США не собираются атаковать ядерные объекты Ирана. И это было так и при Трампе, при решительном Трампе, который был величайшим в истории отношений наших стран другом Израиля. Он тоже не собирался отправлять американские войска атаковать Ирану. Он был готов помочь Израилю. Все, что нужно, все, что хотите. Оружие, платформа, дипломатическая поддержка. Но это вы будете делать, это ваша проблема. Единственной стороной, от которой можно было ожидать нападения на ядерный объект Ирана, если бы потребовалось это сделать, был Израиль. Те, кто не желал смотреть реальности в глаза, они цеплялись за популярные, но совершенно нереальные, абсолютно неверные нарративы. И самым популярным из них, вновь озвученным несколькими из израильских друзей, Маковского, генералами израильскими, было абсолютно ложное утверждение, будто бы сделка Обамы в 2015 году. Она замедлила ядерный прогресс Ирана, а следовательно, она была положительным событием. Сегодня ведущие израильские военные лидеры, из доминирующих в этих кругах проамериканской клики, их коллеги из левополитического лагеря Израиля, они утверждают, будто бы сделка с 2015 года, она замедлила ядерное продвижение Ирана, и что, мол, план Байдена по возобновлению этой сделки, он, по сути, добьется того же самого. При этом, и тут надо слышать очень хорошо то, что они говорят, они говорят, мол, это хорошо, если Байден сумеет возобновить сделку и замедлить ядерное продвижение Ирана, поскольку это даст Израилю время на разработку военных средств, необходимых для атаки ядерных объектов Ирана. То есть они тоже понимают, что в итоге все равно нужно будет бомбить. Просто они говорят, сейчас мы не можем, мы не готовы, но если будет сделка, то она как-то оттянет время. Понимаете? То есть при этом как бы они забывают или абстрагируются от того, что эта сделка, которую сейчас пытаются сварить, она ведь, по сути дела, дает легитимацию иранской ядерной программе. Сейчас иранская ядерная программа как бы не совсем легитимна, она против мирового сообщества, но если сделка заключена, то Иран получит право делать ядерное оружие свое, в общем-то, по закону, по договоренности. И в этом случае атаковать ядерные объекты Ирана будет как бы со стороны Израиля нарушением этих договоренностей. То есть они противоречат сами себе. И понятно, что эти позиции основаны не на принятии реальности, а напротив, на ее игнорировании. Как недавно объяснил изданию «Сраиля Йома» американский эксперт по стратегическим опросам доктор Дэвид Вормсер, мы об этом тоже говорили буквально несколько передач назад, иранцы совершенно не замедлили процесс обогащения урана, когда соглашались на сделку с Обамой в 2015 году. Вормсер, он работал в Советах национальной безопасности и Буша, и Трампа. И он объяснил, что иранцы просто рассчитали время заключения соглашения в соответствии со своим ядерным графиком. Они же лучшие в мире переговорщики, они лучшие в мире специалисты по ведению базара, договоров. И они просто видели, когда у них появится возможность для того, чтобы обогащать уран до более высокого уровня. И к этому моменту как бы подтягивали это соглашение, которое американцы Обама с ними подписывал. Понимаете, в 2014-2015 годах иранцы начали только работу над усовершенствованными центрифугами, которые были бы способны обогащать уран до военного уровня. И в ходе переговоров по ядерной сделке иранцы очень четко настаивали на том, чтобы в соответствии с соглашением им было бы разрешено продолжать свои ядерные исследования и разработки передовых центрифуг. То есть у них их не было тогда. Они тогда, когда подписывали соглашение, не могли доводить до военного уровня обогащение урана. Но они разрабатывали центрифуги и настояли на том, чтобы эти центрифуги они могли разрабатывать в рамках договоренности. Но Обама и его команда удовлетворили их требованиям. И в 2016-2017 годах появились сообщения о том, что Иран успешно получил возможность использовать современные центрифуги. Как объясняет Ворбцер в Исраилею, Иран начал использовать свои усовершенствованные центрифуги для обогащения урана уже до 60%. Как только те были готовы. То есть соглашение, вся эта ерунда вокруг словесная, какие-то договоренности с американцами, это все была мишура, ширма. Как только у них появились такие возможности, как только они создали мощности, способные обогащать урана до 60%, они и стали его обогащать. Раньше просто не могли. Поэтому популярное утверждение, мол, решение Трампа выйти из сделки в 2018 году спровоцировало действие Ирана. Оно является не более чем заблуждением. То есть, скажем так, заблуждением для наим. Мы понимаем, что есть огромное количество людей, которые распространяли это мнение не из заблуждения, а для того, чтобы опорочить Трампа и Натаньялу. Иран сделал бы это, то есть начал бы обогащать до 60% урана, который у него имеется в распоряжении его, независимо от действий Трампа. При этом настоящий скачок в обогащении урана произошел у уранцев уже после инаугурации Байдена. Не тогда, когда в 2018 году Трамп вышел из сделки. Тогда они боялись его. А вот когда Байден стал президентом, приход Байдена вселил в уранцев уверенность в том, что они не встретят сопротивление со стороны Вашингтона на своем пути к ядерному финишу. И вот единственным человеком, который ясно осознавал всю эту реальность и действовал на основании этого понимания с самого начала администрации Обамы был тогдашний премьер-министр Израиля Бенемин Натаньял. Натаньял увидел, что Иран мчится вперед со своей ядерной программой настолько быстро, насколько только способен. И все эти договоренности, на которые он якобы соглашался, это была только мишура. Она ему не мешала и никак не ограничивала его действия. И видел он и то, что США не собираются использовать силу, чтобы заблокировать это продвижение. Это было ясно для Натаньял с самого начала. И когда слаженный хор стал в унисон скандировать, будто бы сделка Обамы замедляет ядерный прогресс Ирана, Натаньял совершенно справедливо отверг все эти утверждения, как абсурдные. И понимая, что американцы не станут атаковать ядерные объекты Ирана, Натаньял работал над развитием, расширением и использованием израильского дипломатического, военного, разведывательного, кибернетического и диверсионного потенциала, стремясь нанести ущерб ядерной программе Ирана, затормозить ее настолько, насколько возможно. По-настоящему затормозить. И Натаньял был готов к тому, что Израиль пойдет на это в одиночку. И поэтому прагматично искал союзников. Вот тогда начались все эти контакты с Саудовской Аравией, с Эмиратами, с другими союзниками, которые были бы заинтересованы в том, чтобы Ирана оружия не было, на самом деле заинтересован. И сотрудничал со всеми, кто был готов вместе с Израилем противостоять Ирану. И, среди прочего, Натаньял лоббировал экономические санкции против Ирана, стремясь лишить АИТО экономических средств для финансирования своей ядерной программы, дорогущей. И санкции также помогали дестабилизировать иранский режим, лишая его ядерную программу легитимности в глазах стремительно беднеющего иранского народа. Иранцы видели, что их деньги, которых немного, уходят на программу, а не на то, чтобы они стали лучше жить. И они начинали злиться на правительство. То есть это очень хорошо работало. Чтобы подорвать способность Обама и Байдена продать свою проиранскую политику Конгрессу под видом стремления к миру, мол, это соглашение замечательное, но ведет нас к миру, Натаньял активно действовал на дипломатической арене и подчеркивал опасность, которую ядерная программа Ирана представляет для Израиля и всего Ближнего Востока. И для глобальной безопасности, непосредственно для безопасности США. И вот в этот момент самыми сильными и яростными противниками Натаньял в доме, внутри Израиля, стали руководители национальных служб безопасности Израиля. Под руководством начальников штабов ЦАЛЯ, Габи Ашкинази, Бенни Ганса, нынешнего министра обороны, и Гадия из Инкота, а также руководителей Моссада тогдашних, Мейра Дагана и Тамира Пардон. Руководство службы безопасности Израиля приняло политику Обамы, основанную не на реальности, а на вере. И, несмотря на все доказательства обратного, генералы упорно твердили, что, мол, США в конце концов атакуют ядерные объекты Ирана. Правда, признавали они, Израиль единственная страна, которую Иран грозит уничтожить. Но при этом они настаивали на том, что поскольку ядерная программа Ирана угрожает всему региону, а также Европе и США, то за уничтожение ядерных объектов Ирана отвечает Америка, а не Израиль. Они большие, они сильные, они решат эту проблему за нас. И хотя Обама сам признал, что в конце сделки своей, к 30-му году, время прорыва Ирана к независимому ядерному потенциалу станет нулевым, то есть к 30-му году, согласно сделке, которую подписала Обама, Иран официально сможет стать ядерной державой. Но израильские генералы продолжали настаивать, вопреки Натаньяу, будто бы можно доверять обещанию Обамы не позволить Ирану стать ядерной державой. Понимаете? И вот руководители служб безопасности Израиля, исходя из своей амбициозной, но абсолютно не основанной на реальности политической оценке намерений США, утверждали, будто бы задачей Израиля является сотрудничество с американцами. А значит, ни при каких обстоятельствах нельзя публично оспаривать сказанное американским руководством. И руководители служб безопасности Израиля заявляли, будто бы благодаря надлежащей координации, когда наступит день нанесения удара по Ирану, они смогут убедить Вашингтон поступить правильно. И руководствуясь этой оценкой, руководители служб национальной безопасности Израиля выступили единым фронтом против дипломатической компании Натаньяу против ядерной сделки, которую он вел против ядерной сделки. И резко критиковали его за его действия в этом направлении. Они поддерживали Обаму против Натаньяу и расхваливали сделку, которую Обама продвигал. В 2010 году Ашкенази и Даган, то есть глава генштаба израильского и глава Массада израильского, отказались выполнить прямой приказ Натаньяу «подготовить израильские силы к атаке ядерных объектов Ирана». И что гораздо хуже, Даган, глава Массада, просто передал приказ Натаньяу своему американскому коллеге, слил фактически тайную информацию тогдашнему главе ЦРУ Леону Панетти. Нынешний премьер-министр Израиля Настали Беннет до сих пор не выразил четкой политики в отношении Ирана. Хотя, с другой стороны, его отказ встретиться с Робертом Мали, посланник Байдена на переговорах с Ираном, который приехал на Ближний Восток и две недели назад был в Израиле, Беннет с ним не захотел встречаться. Показал, что Беннет, в общем-то, разделяет позицию Натаньяу. То есть Беннет, я его считаю чрезвычайно глупым человеком, просто глупым человеком. Но он не настолько глуп, чтобы не понимать, что Натаньяу абсолютно прав в этой ситуации. Но в любом случае, Беннет, имея сейчас совершенно ничтожную поддержку в обществе, вообще непонятно, проходит ли его партия, если бы выборы были сейчас, электоральный барьер. И в своем собственном правительстве он имеет ничтожную поддержку, он там в меньшинстве. Он вообще не контролирует ситуацию, будучи номинальным премьером. Беннет вообще не является главным лицом, принимающим в Израиле решения по Ирану. Сегодня эта власть, по сути дела, принадлежит министру обороны Бенни Гансу. Ганс самый видный и самый влиятельный представитель того лагеря в израильском военном истебричменте, который полагается полностью на Америку. Ну, Америка большая, сильная, она наш великий друг, и она все за нас сделает. Всю работу тяжелую, всю грязную работу, все, как бы она решит за нас эту проблему. И хотя администрация Байдена по-прежнему зациклена на достижении сделки любой ценой, сделки с аятовыми, на этой неделе Ганс вылетел в Вашингтон для координации действий. И чтобы нейтрализовать эту растущую озабоченность израильского устебричмента безопасности, американская администрация предпринимала несколько символических шагов. Например, перед прибытием Ганса в Вашингтон высокопоставленный чиновник администрации, не названный, а на ней сообщил агентству Вейтера, что Ганс, мол, обсудит со своим коллегой, министром обороны Ллойдом Остином, проведение совместных американо-израильских учений по отработке атаки ядерных объектов Ирана. Утверждение это звучит чрезвычайно красиво, конечно, но поверить в него трудно по нескольким причинам. Во-первых, если США действительно бы планировали атаковать ядерные объекты Ирана вместе с Израилем, то высокопоставленные чиновники администрации не стали бы дозваниваться до агентства Рейтера и сливать эту строго засекреченную ситуацию, это строго засекреченное положение дел. Скорее они скажут то, что они не собираются делать. Секундочку, еще буквально одна минута. Во-вторых, пока неназванный чиновник раскрывал Рейтер с якобы сверхсекретной оперативной планы Мали, находясь в Персидском заливе, объяснял союзникам Америки совершенно простым языком, что США твердо намерены заключить сделку. И, наконец, босс Мали, госсекретарь Энтони Блинкен демонстративно отказывается даже просто говорить о возможности атаки ядерных объектов Ирана. Совершенно понятно, что доверчивые генералы Израиля скорее предпочтут поверить агентству Рейтер, мол, действительно, Америка все еще собирается нас спасти и сама нанести удар по Ирану. И они поверят этим сообщениям Рейтер, а не Роберту Мали, который говорит открытым текстом, и Америка собирается заключить договор с Араном и Детелесом. Вот только реальность не зависит от их предпочтений. И чтобы предотвратить превращение Ирана в государство, обладающее ядерным оружием, запоздалое пробуждение генералов должно происходить стремительно, на максимальной скорости. Они не только должны признать, что Анатоньял был прав с самого начала, они должны принять его политику всеобъемлющих действий, дипломатических, военных, любых, нацеленных на ослабление иранского режима Ирана и заблокировать путь Айтол-бом. Насколько они к этому готовы? Увы и увы. И это, конечно, звучит более чем тревожным. Вот такая вот ситуация среди. Мы, наверное, сделаем сейчас небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, обязательно продолжим. Если будут вопросы, пожалуйста, 847-400-5200, но уже после рекламы. Открытый диалог с Александром Непомнищим Возвращаемся к беседе с Александром Непомнищим. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если есть вопросы, всегда можете позвонить. Лучше позвонить сейчас, прямо сейчас, потому что потом мы перейдем к следующей теме. Итак, 847-400-5200. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Александр, у меня к вопросу, потому что действительно ситуация довольно-таки очень серьезная. И мы говорим не просто о какой-то угрозе, а о само существовании государства Израиля. То есть если, к чему, я хочу вас спросить такой вопрос. Если Израиль сообщит заранее американцам, я уже даже про других не говорю, что они собираются делать налеты и собираются бомбить кого-то, как это было с Обамой, который просто их предал и огласил на весь мир, что Израиль собирается. И, знаете, то есть есть экспириенс вашего существования за все, сколько, 70 с чем-то лет. Когда вы что-то сообщали государственным деятелям Америки, причем не важно, кто там стоял у власти, правые и левые, то обычно это сообщалось заранее. Даже ваши левые, включая Шимон Переса, я помню, сделали то же самое, сообщили, хотели сообщить заранее. То есть придется делать так, как это было с иракским атомным реактором. Никому ничего не сообщали, пробомбили. Год были, так сказать, американцы держали их, не продавали им оружие и так далее, и так далее. А другого пути не будет, потому что все будет сказано заранее. И как вы считаете, ваше правительство, когда вас там такой сброс, что я даже не знаю, кому верить, кому не верить, это вообще возможно такой вариант, сделать свое дело израильским летчикам и сообщить Америке об этом, как говорю, повторяю, как это было при президенте Регане, с атомным реактором. Вот. Ваше мнение, я с удовольствием вас послушаю. Пока. Спасибо за ваш вопрос. Смотрите. И когда речь шла о иракском ядерном реакторе, это фактически был один объект. И несмотря на то, что это был один объект, это была операция, в которой были задействованы практически все ВВС Израиля. И действительно удалось тогда это сделать в тайне от Америки. Но снова это был удар на меньшем расстоянии. Все-таки иракский реактор был ближе. И главное, что это был лишь один объект. Когда мы говорим об атаке иранских ядерных объектов, речь идет о десятках, если не сотнях объектов. И это уровень, сложность этой операции, он в разы больше. И можно ли организовать это сегодня в тайне от американцев, я не знаю. Я также... Вы понимаете, в чем дело? Я очень боюсь того, что, как вы правильно заметили, сегодня у власти в Израиле находится просто полный сброд. Речь идет по всем направлениям. И с точки зрения их постсианистской левизны, и даже просто исламское движение, которое там находится внутри. И в плане их очень низкого уровня политического и образованческого. Они просто идиоты. Они реальные идиоты, которые не справляются даже с гораздо более простыми вещами. И в этом смысле я боюсь, что даже если они решат сделать что-то серьезное, они это сделают не разумно, а очень по-глупому. Вы же понимаете, что атака иранских ядерных объектов это большая война на Ближнем Востоке с тысячами ракет, которые будут запущены из Балой по Израилю, с очень серьезными потерями со стороны Израиля. Это не будет такой филигранной ювелирной операции, как можно было сделать против Ирака. И в общем-то бомбанули один конкретный объект. Иракцы поджали хвост и все закончилось. Здесь будет совершенно по-другому. И нынешние ребята, они действительно могут нас втянуть в очень тяжелую, очень опасную для всей страны войну. Возможно, совершенно неоправданную. В этом смысле Израиль при Натаньяу вел себя как бы более прагматично. Израиль тормозил иранскую ядерную программу без военных ударов. И я очень хотел бы, чтобы это продолжалось, но мы знаем, что Беннет и Лапид обязались американцам этого не делать. Обама, то есть не Обама, а Байден, потребовал от Натаньяу, еще когда был Натаньяу премьер-министром, чтобы Израиль не смел проводить какие-то диверсионные операции против иранского ядерной программы. И Натаньяу проводил, просто как бы не сообщая, точнее он сообщал американцам, когда уже было поздно, примерно так, как сообщают русским в Сирии. Ребята, привет, мы летим бомбить, подвиньтесь. И вот так же было сказано последний раз, последнюю операцию, эту серьезную, которую провел Израиль против, по-моему, объектов на Танзе, иранского, американцы были взбешены. Потом пришел Беннет и сказал, никаких сюрпризов, мы полностью подчиняемся вам. И вот началась вся эта нынешняя комитета. Поэтому, как оно будет развиваться дальше, очень сложно сказать. Действительно, самым реальным, самым разумным человеком в этом правительстве, самым как бы адекватным, неразумным, адекватным человеком является Бенни Ганс. Тот самый Бенни Ганс, который тормозил изо всех сил Натаньяу, когда действительно были возможности в ситуации при Трампе совершенно иные. И можно было по-другому все это сделать. Насколько сейчас он прозрел и насколько, как говорится, на безрыбье и рак рыба. То есть, при том, что в нынешнем правительстве находятся просто сплошные, как на подбор, люди с очень просто фантастически низкими возможностями интеллектуальными, Бенни Ганс на их фоне действительно последнее наше спасение. Но хочется надеяться, что как-то все-таки мы еще успеем поменять правительство и придут более адекватные люди, которые будут решать эту проблему гораздо более прагматично и адекватно, чем нынешние руководства. Сергей. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну, а теперь давайте, наверное, перейдем к тому, что происходит непосредственно в Израиле, в частности, что делают законодатели, с какими инициативами выступает правительство Израиля. Вот об этом. Да, да, действительно. Прошла неделя. На этой неделе было много всего интересного. И вот здесь я себе позволю себе небольшую такую рекламу. Дело в том, что меня часто спрашивают, в том числе на нашей программе, спрашивают о том, какие сайты новостные об Израиле стоит читать на русском языке. И, в общем-то, сегодня я могу совершенно четко сказать, есть хорошие публицистические сайты на русском языке, в которых собраны интересные статьи об Израиле, оригинальные или переводные, которые стоит читать. Но новостных сайтов, по сути дела, не осталось. То есть они, конечно, есть, но все они настолько ангажированы, настолько как бы политически искажены и настолько их повестка как бы не отражает реальность, а отражает интересы тех политиков, как правило, это Либерман или, так сказать, Левый лагерь, которые продвигают свою повестку дня, что предлагать их в качестве новостных сайтов просто неприлично. Но зато появилась целая плеяда новостных, информационных, как бы таких самодеятельных агентств в Телеграме. Телеграм, ну, я думаю, что большинство наших слушателей и зрителей знают, что это вот такая социальная как бы социальная сеть, немножко не совсем такая социальная сеть, как Фейсбук. Телеграм, посмотрите сами, не будем тратить время сейчас на объяснение того, что такое Телеграм. В Телеграме сегодня есть целый ряд групп или индивидуальных как бы таких вот блогов, которые ведут очень неплохую подборку новостных, именно новостных, новостной информации из Израиля на русском языке. И одним из таких сайтов, одним из таких блогов является блог, который называется «Борис и Лора из Иврит Дозора». Вот те, кто разбираются в Телеграме или те, кто разберутся в Телеграме, наберите там в поиске «Борис и Лора из Иврит Дозора» и вы выйдете на эту команду. Есть еще «Голос Израиля», но и как бы сегодня я подготовил этот обзор о того, как бы как прошла нынешняя неделя у наших законодателей в Кнессете вот как раз на основе того дайджеста, который подготовили ребята Борис и Лора из Иврит Дозора и вот им полагается тот кредит, а я сейчас вам перескажу, если у нас нет вопроса, то я попробую вам пересказать как бы основные вот эти новости из Израиля касающиеся нашей законодательной, их законодательной деятельности. Так вот, Израиль на этой неделе прошел в предварительном чтении, должно быть еще второе и третье чтение, закон, затыкающий рты, который разрешает удалять контент из социальных сетей. Суть закона очень простая. Она дает полномочия окружному судье в Израиле утверждать приказ, требующий от запастившего публикацию или от владельца, администратора, оператора веб-сайта, на котором размещается эта публикация, удалить контент со странички, если судья убежден в наличии одного из двух следующих условий. Что либо было совершено уголовное преступление через опубликование контента на веб-сайте, то есть обстоятельства указывают на реальную вероятность того, что нахождение публикации на сайте продолжает наносить ущерб безопасности конкретного человека или неопределенного лица или госбезопасности, или существует вероятность того, что при сложившихся обстоятельствах публикация поставит под угрозу психическое благополучие человека. И заявление об удалении контента должно быть подано после того, как юридический советник правительства или иной высший компетентный орган даст на это свое письменное согласие. На самом деле, я сейчас это все прочитал, это прямой перевод бюрократического волопюка, но если это перевести на простой человеческий язык, то получается следующее. Есть, как вы понимаете, колоссальный поток ежедневных жалоб в израильских соцсетях, правых на левых, левых на правых, каких-то кумушек, которые перессорились, каких-то людей, которые другого недолюбливали, все это теперь как бы вывалится с приятием этого закона на сукно к юрсоветнику правительства, складывал никем не выбранному чиновнику, у которого и так сегодня в руках непропорциональная власть и сверхполномочия, которых нигде больше в западном мире нет, но он еще действительно занят кучей всяких проблем. И вот все эти бесконечные жалобы социальных сетей должны к нему вывалиться, и все эти жалобы поступят во все окружные суды, которые совершенно справедливо потребуют резкого увеличения бюджета, на это все виртуальное извлечение психологических травм за одни сутки. И по этому закону судьи должны приглашать на слушание представителей Гугла, Фейсбука, прочих поисковых систем и социальных сетей. Представляете, да? Израильские филиалы транснациональных онлайн-сервисов уже побежали, уже все бросили и побежали на эти суды. И теперь самое интересное, судья должен будет определять подорванное публикацией психическое состояние пользователей социальных сетей всех окружных судей, пишут Борис и Лора, пошлют коучам на курсы повышения квалификации или добавят в штат окружных судов психолога-блогера на каждое слушание будет приглашать специалистов по руганию интернетных комментаторов. Короче говоря, это просто бред. Этот закон, это просто бред. Но даже если он пройдет в каком-то виде доработанном, доведенном до более вменяемого совершенства, то это понятно, что он будет работать против права. Но, скорее всего, он, конечно же, вообще не пройдет и будет благополучно как 90% вот таких законодательных инициатив спущен на тормозах. Это обычная практика заднескамеечников в израильском Кнессете привлечь к своему вниманию. То есть выйти с каким-то бомбастой законом, который привлечет внимание прессы и таким образом засветиться в прессе. Я умышленно не назвал авторов этого идиотского закона, чтобы не давать им вот этот самый монетин, которого они так хотели. Но все это происходит за счет израильских налогоплательщиков. То есть вот этот Кнессет бурлит, имитирует бурную деятельность, производит какой-то контент, который, как вот Борис и Лорен сказали, похоже, что они просто соревнуются друг с другом, эти самые депутаты Кнессета. Кто более идиотский закон предложит? Потому что же не могут они на самом деле, вменяемые взрослые люди, реально как бы продвигать такой бред. Но, к сожалению, не все так весело и не все так смешно. Коалиция на этой неделе проголосовала против создания комиссии по расследованию случаев сутенерства в тюрьмах. Звучит это совершенно ужасно. И речь идет о том, что девушек, военнослужащих, отправляли в отсек к террористам, арабским бандитам, террористам, убийцам, как бы в благодарность за сотрудничество этих террористов с тюрьмными властями. Но, как бы, не подумайте, на самом деле, надо расставить точки на дыр. Речь не идет о том, что их отправляли туда заниматься проституцией. Нет, эти девушки как бы выполняли свою службу, но эти самые бандиты, сидящие в тюрьмах, они договаривались с тюремными властями, кто из девушек, пусть к ним придет там и, так сказать, выполнит необходимую деятельность. Они, видимо, так сказать, ну, не хочу говорить в прямом эфире, так сказать, что они там делают. В любом случае, это, конечно, по современным понятиям абсолютно сексуальное домогательство. И, по сути дела, действительно речь идет о том, что тюремные власти в Израиле сутенерствовали, отправляя девушек военнослужащих как бы радовать взгляды, и не только взгляды террористов. И, казалось бы, эта тема не требует больших бюджетных затрат устроить расследование, создать комиссию, которая бы расследовала эти случаи, вопиющие совершенно, абсолютно не укладывающиеся в голове. Она политична, она правозащитна, она, так сказать, речь идет о феминистской как бы проблеме в прямом смысле этого слова. Но нет, коалиция провалила предложение создать комиссию по расследованию этих случаев. Коалиция проголосовала против закона о высылке семей террористов. Меня часто спрашивают здесь, вот почему бы Израилю не принять закон, вот такой, вот такой вот террористов, их семьи, высылать из Израиля, лишать гражданство. Вот коалиция проголосовала против закона о высылке семей террористов. Закон был вынесен на обсуждение оппозиционерам, ликудникам Эли Койна. И коалиция, в том числе те самые, которые кричат, что они правее Ликуда на 10 градусов, Бена, Цаарь, Либерман, когда им приходится выбирать между интересами исламской партии РАМ, братьями-мусульманами, которые участники коалиции, и пользуясь для Израиля, то коалиция, конечно, все перерешит. А еще министр транспорта, радикальная левачка Мираб Михайли, открыто заявила, что в бюджете 1922 года Министерство транспорта не включило ни одного проекта в Иудее и Самарии, ни одного, понимаете? При предыдущем правительстве там было огромное количество разных проектов, дороги встроили, развивали, перекрестки. Здесь, в этом правительстве, которое якобы является не менее правым, чем правительство Натаньял, ни одного проекта в Иудее и Самарии, при том, что там живут сотни тысяч израильских налогоплательщиков, они используются транспортом и дорогами, этими дорогами в том числе пользуются и палестинские арабы, а состояние инфраструктур там действительно требует больших уложений. Но главе транспортного министерства от левой партии, совершенно четко палить повесткой дня против поселенцев, сплоченность коалиции как бы совершенно не мешает воплощать планы и посылы избирателей. То есть она левая, она ненавидит поселенцев, в ее планах как бы выселить всех евреев из Иудеи и Самарии. И она это честно говорит. И она в своем министерстве ни одного проекта для евреев в Иудее и Самарии не отвела. И она говорит об этом открыто, зная, что ничего и не сделают. Вот Беннет и Сарь, например, говорят, да, мы такие сильно правые, но мы не можем сделать вот это и вот это и вот это, потому что коалиция у нас развалится. Вот мы не можем проголосовать за выселение семей террористов, потому что коалиция развалится. А левые не боятся, потому что их большинство, и плевать они хотели на глупого Беннета и на Сару, у которого вообще нет никакой электоральной поддержки. Ноль. Зеро. Вот такая вот невеселая подборка новостей, но снова в рамках, так сказать, нашей рекламы я советую вам, если вы хотите знать новости из Израиля на русском языке, ищите в первую очередь канал на Телеграме, канал Бориса и Лоры. Ну, а в следующих передачах мы поговорим еще о нескольких интересных каналах на русском языке, которые предоставляют вот такую полезную и сжатую дайджест информацию новостную о том, что у нас здесь происходит. Сергей. Спасибо. 847-400-5200, телефон нашей студии. У нас еще есть пару минут времени, может быть, минутки 2-3. Если есть вопросы, пожалуйста, позвоните. Ну и давайте используем как-то это время, еще, может, какие-то сообщения небольшие. Да, обычно у нас бывает такой иногда то поток вопросов, то ни одного вопроса. Вот уже есть вопросы, давайте примем. Добрый день. Добрый день. Служим. Скажите, пожалуйста, вот у меня два таких вопроса. Я понимаю, что я тоже поддерживал Тимьяков, но как вы думаете, в вашей экспириенции, что Тимьяков сделал неправильно, и, например, он должен был сделать, мол, по-другому. В своей, как говорится, последние годы, поэтому вызвало много недодавания по поводу него в санку некоторые группы. А второй вопрос. Это было недостаточная решимость. Это было просто обстоятельство. С колоссальными ограничениями, который в силу, как я это понимаю, фантастической, просто своей интеллектуальной высоты, он, тем не менее, умудрялся продвигать Израиль там, где у него были какие-то степени свободы. Там, где он не мог это сделать, он не мог это сделать. Поэтому, на мой взгляд, просто не в чем его обвинять. Он все делал максимально хорошо и максимально правильно, настолько, насколько мог. А что не сделал, так он действительно не мог. Так я это вижу. Теперь кто может его сегодня заменить? Ну, заменить-то есть кому, но это совершенно другой уровень. То есть, да, в Ликуде есть несколько претендентов. Один из них, как бы, уже заявил о себе, это Исраиль Кац, министр транспорта. Чек такой вот министр, который много чего сделал. У него работа вскорится, он решительный. Но это совершенно другой уровень. При всем уважении к Исраилу Кацу, это просто небо и земля. То есть, он великолепный министр в команде Натаньял. То есть, сможет ли он быть премьер-министром? Окей, мы понимаем, что даже Беннет может быть премьер-министром. Исраиль Кац в разы опытнее и умнее. Но, тем не менее, все-таки другой совершенно уровень. Амиру Хана, бывший министр юстиции, тоже одна из восходящих звезд, уже взошедших звезд Ликуда. Человек, кажущийся мне тоже очень перспективным политиком. Но тоже это другая лига совершенно. Ярив Левин, наконец, которого многие считают самым умным человеком в Ликуде. Человек пришел из военной разведки Израиля. Считается, что он чуть ли не лучший, один из лучших специалистов в арабском языке в Израиле. При том, что он еще и министр, так сказать, в прошлом и имеет большой опыт. Но этот человек, скорее, какой бы внутренней политической работы, партийной. То есть, он, опять же, может быть хорошим, очень сильным звеном в команде, но не тем лидером, который должен обладать еще и харизмой, вести за собой, видеть ситуацию, так сказать, гораздо шире. Поэтому, на самом деле, я очень надеюсь, что, несмотря на возраст, на усталость Натаньяо, несмотря на то, что, в общем-то, против него объединены все силы, и израильского дипстейта, и левые, международные левые силы, и арабы, те арабы, которые наши враги, потому что сегодня как бы не все арабы уже являются нашими врагами, они все против него, и в обществе немало людей, не понимающих, что Натаньяо, в общем-то, наш единственный ультимативный, по-настоящему подходящий лидер. Тем не менее, я надеюсь, что он все-таки еще успеет возглавить Израиль и подготовить страну к тому, чтобы вот появился такой человек, может быть, Йоси Даган. Нет, не Йоси Даган, а... Господи, у меня вылетела бывший глава Массада. Йоси, 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 Йоси Коэн. Человек, который возглавлял Массад при Натаньяо, и многие видят его достойным преемником, человеком с каким же интеллектуальным багажом и видением ситуации. Может быть, он... Отлично. Вот на этой жизни утверждающей нотке мы сегодня и закончим. Огромное спасибо, Александр. И до встречи в следующий раз. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»